Элзи Герроллс Элзи Герроллс Элзи Герроллс Элзи Герроллс Элзи Герроллс считают, что небо и Землю никто не творил. Они возникли сами в результате определенных процессов, причем случайных процессов. Для начала я хотел бы показать вам прекрасный снимок Земли. Он был сделан в 1969 году по пути на Луну. Как вы видите, наша Земля — потрясающая планета. Она устроена настолько сложно и гармонично, что изменить хотя бы немного, хотя бы один из 74 основных параметров, определяющих жизнь на Земле, жизнь на Земле перестала бы существовать. К числу таких параметров относятся, например, расстояние между Землей и Луной, также вращение Луны вокруг Земли, атмосфера на Земле, температура Солнца, расстояние между Солнцем и Землей, и таких показателей насчитывается 74. Все они жизненно важны и должны быть стабильными. Изменить хоть одна из подобных величин и жизни на Земле в том виде, в котором она нам известна, не будет. Недавно я обратил внимание на один библейский стих, который я решил включить в свою презентацию. Попутно замечу, что со своими выступлениями я путешествую по всему миру. В Россию же я приехал во второй раз. Благодарю Игоря, который снова организовал мою поездку. Однако вернемся к стиху. Я нахожу его довольно красноречивым. Он гласит, «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший Землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Вот это меня особенно впечатлило. Бог образовал Землю для жительства. «Именно поэтому мы здесь живем». «Я Господь, и нет иного». Только представьте, эти слова были записаны в книге пророка Исаии более трех тысяч лет назад. И это не может не впечатлять. Среди первых снимков, сделанных по пути на Луну, снимок Земли с отражающимся от нее светом. Сверху на Землю светило Солнце, и этот свет, схваченный камерой, отражался от поверхности океана. Итак, это не лунный свет, это земной свет. И здесь вы можете увидеть, что атмосфера Земли, глубина которой составляет примерно 240 километров, отражается на этом снимке голубой полосой. Без этой атмосферы на Земле не было бы жизни. Кроме того, на этой фотографии вы видите линию Земли. И далее, когда в 68-м году мы добрались до Луны, Фрэнк Борман был тогда командиром экипажа, и когда в маленьком корабле они вышли на орбиту Луны, примерно в 96 километрах от ее поверхности, и вот в конечном итоге члены экипажа высадились на Луну и смогли увидеть Землю, как если бы мы стояли на Земле, и смотрели на Луну. Этот космический корабль, Аполлон-8, был разработан для того, чтобы выйти на орбиту Луны и исследовать ее поверхность. И это был уже не первый полет к Луне, для того, чтобы определить потенциальные места для посадки, а также составить более детальное представление о Луне, прежде чем отправить туда пилотируемый корабль, во избежание несчастных случаев. Итак, это вид Земли с Луны. Звезд здесь не видно, поскольку свет на переднем фоне настолько ярок в объективе, что света звезд, оказывается, просто не видно. Фрэнк Борман был христианином, один из немногих, надо сказать, астронавтов, исповедующих христианство. И он взял с собой Библию. Это было 25 декабря 1968 года, Рождество. И вот что он прочел из Библии, а точнее из книги Псалмов. Вы, наверное, помните, что Псалмы были записаны более двух тысяч, почти три тысячи лет назад. «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес, когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов на Луну, на орбите, которой он находился, и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, маленький, пожилой, обычный человек, что ты помнишь его, столь малую частицу во Вселенной, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Ты послал Христа в этот мир для того, чтобы посетить человека. В чем же наша значимость? Это удивительный стих, который был цитирован тогда, в 68-м году. «Аполлон-11». Вы, наверное, слышали о программе «Аполлон», непосредственным участником которой я являлся. У космического корабля «Аполлон» был пятиступенчатый ракетоноситель, который вы видите на этой фотографии. Это самый большой из когда-либо созданных ракетоносителей. 7,5 миллионов фунтов полезной нагрузки. Это означает, что на данном космическом корабле можно поднять 7,5 миллионов фунтов. Вероятно, мне следовало бы конвертировать это в килограммы, но это потребует дополнительных усилий, поэтому я предпочту фунты. Во время полета на Луну тогда в командном отсеке было три человека. Обратите внимание, вот этот маленький сегмент — это командный отсек, там находилось три человека. Высота ракеты была примерно равна 35-этажному зданию. Представьте, какой высоты она была. Запуск «Аполлона» был произведен 16 июля, а через три дня, 19 июля, экипаж уже был на поверхности Луны. Это была первая высадка на Луну. Я хотел бы показать вам фотографию, которую вы, возможно, уже видели. Первый след человека на лунной поверхности. Это был первый шаг на Луне Нила Армстронга. Здесь же указаны и даты. С ним был его напарник, Баз Олдрин. Тогда из космического корабля на поверхность Луны вышли два человека. Третий член экипажа, мы помним, что в модуле было три человека, остался в корабле и наблюдал за ходом работы своих напарников на поверхности Луны. После этого Нил Армстронг со своим напарником завели моторы и проделали путь до космического корабля, который составлял 60 миль. Они произвели стыковку, вернулись в командный отсек и потом на Землю. Как видите, все непросто. В связи с этим возник вопрос. Нас тогда беспокоила такая проблема, как высота пыли на поверхности Луны. Теоретически, если эта пыль накапливалась долго, то ее высота могла составлять примерно третью часть метра. И если бы это было так, то тормозные ракеты нашего космического корабля при посадке подняли бы огромные клубы пыли, и астронавты бы не смогли увидеть, куда садиться. Поэтому прежде чем отправить человека на Луну, мы неоднократно запускали туда космические корабли и другие объекты для того, чтобы измерить характеристики Луны, в том числе и объем пыли на ее поверхности. В результате мы обнаружили, что высота пыли составляет примерно 2,4 дюйма. На этой фотографии вы видите отпечаток следа на грунте. Грунт спрессовался. Таким образом, проект прошел успешно. Это Баз Улдрин в своем скафандре. А вот теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, зачем астронавтам в условиях отсутствия гравитации, атмосферы, в абсолютном вакууме, нужен скафандр? Итак, зачем астронавты, так же как и космонавты, одеты в скафандр? Ну что ж, я объясню. Во-первых, следует отметить, что Луна не защищена от Солнца никакой атмосферой. Поэтому температура на поверхности Луны, на солнечной ее стороне, достигает 250 градусов по Фаренгейту. В условиях отсутствия атмосферы эта температура не может перераспределяться по поверхности Луны, то есть перемещаться оттуда сюда. А это значит, что на темной стороне Луны вполне может быть минус 250 градусов по Фаренгейту. Таким образом, перепад температур на Луне равен примерно 500 градусов по Фаренгейту. То есть можно сгореть на одной стороне и замерзнуть на другой. Защиту от этого обеспечивает вот такой рюкзак. Он содержит жидкость, циркулирующую по всему скафандру. Это вот такая объемная вещь, которая поддерживает температуру в районе 80 градусов по Фаренгейту. Кроме того, этот аппарат содержит необходимый для дыхания кислород, который отсутствует на Луне. Далее, поскольку на Луне вакуум, любое повреждение скафандра, и это очень важно, астронавты во избежание падения не должны совершать резких движений, поскольку в этом случае возможно нарушение целостности скафандра. И если такое произойдет, и повреждение не будет устранено за очень короткое время, организм астронавта оказывается открытым воздействием вакуума, что вызывает закипание крови и буквально разрыв всех тканей. И так серьезное нарушение защитных свойств скафандра влечет за собой мгновенную смерть астронавта. Скафандры жизненно необходимы, они громоздкие. Далее, во время всех полетов, а их было шесть, каждый из них совершали два астронавта, то есть за период с 69 по 72 годы на поверхности Луны побывали 12 человек. Так вот, на место каждой высадки мы ставили флаг, но не в качестве символа завоевания Америка и этого клочка Луны. Отнюдь. А в качестве знака первого и дальнейших высадок человека на Луну. На этом снимке вы видите флаг. Помню, как 9 лет назад мне довелось общаться со старшеклассниками курских школ и студентами вузов. Во время беседы они поднимали руки и говорили, а нам рассказывали, что американцев на Луне никогда не было. Неужели, удивлялся я, да, и тогда они обращали мое внимание на флаг. Ведь на Луне нет ветра, как случилось так, что ваш флаг развивается на ветру. Нам было прекрасно известно, что на Луне нет ветра. И если бы мы укрепили флаг, как мы обычно это делаем, то, учитывая особенности гравитации на Луне, флаг быстро бы сполз вниз по флагштоку, и его вообще не было бы видно. А потому флаг был закреплен на проволочном каркасе. Все шесть флагов держатся на каркасе. Удивительно, да? Думаю, мой ответ их удовлетворил. Кроме того, я рассказал студентам о том, что в тех условиях, в которых живем мы, в такой свободной стране, как Америка, примерно 100 тысяч человек, как мужчин, так и женщин, на протяжении всех восьми лет работали в рамках проекта «Аполлон». Кроме того, от 25 тысяч до 35 тысяч представителей прессы отслеживали практически каждый наш шаг. Ведь в Америке свобода прессы. Укрыться или что-то скрыть от ее представителей просто невозможно. Если бы все было снято в Голливуде, об этом стало бы быстро известно. Так что я гарантирую, что такая версия просто выдумка. В экспедициях на Луну астронавты использовали электромобили. На Луне побывали три таких машины. Там же мы их и оставили, поскольку их транспортировка обратно в Америку или точнее на Землю предприятие довольно дорогостоящее. Кроме этого, для этого потребовалось бы дополнительное оборудование, что существенно бы увеличило стоимость проекта. Только представьте, каждый из этих электромобилей сам по себе обошелся нам в 45 миллионов долларов. Недешевый кабриолет, в котором и верх, собственно, был не нужен. Такие луноходы были предназначены для того, чтобы исследовать поверхность более удаленную от лунной станции. Нам хотелось провести на Луне как можно больше исследований, и при этом довольно сжатые сроки. На весь проект отводилось 2-3 дня, и нужно было возвращаться. Итак, на этих электромобилях астронавты могли передвигаться по поверхности Луны и исследовать ее в местах, относительно удаленных от станции. Ну, думаю, что в целом это все. Да, вам, наверное, будет интересно, с какой скоростью они двигались. Вот я, например, люблю спортивные машины, а вот скорость этих машин была ограничена до 6 километров в час. Не слишком разгонишься, правда? Да, разгоняться, собственно, не стоило. Так как наедь они на камень, а на Луне много камней, то, учитывая гравитацию на Луне, а она составляет 1,6 от гравитации на Земле, такой мобиль и подпрыгивал бы в 6 раз выше, чем на Земле. А значит, можно было легко перевернуться, получить серьезнейшие повреждения, нарушить целостность скафандра и просто погибнуть. Вот потому мы и ограничили астронавтам скорость передвижения. На следующем снимке вы видите то, чем занимались астронавты. В частности, здесь изображен знаменитый камень бытия. Даже сами астронавты предпочли его назвать именно так, то есть камнем бытия. Это очень древний камень. Всякий раз астронавты собирали осколки камней и образцы грунта и доставляли их на Землю. Участники экспедиции доставили на Землю порядка 400 килограмм образцов лунных пород, что составляет примерно 840 фунтов. Эти породы мы отправляли в университеты, музеи, научно-исследовательские центры и так далее. Уверен, что и в России, в частности, в Москве имеются образцы лунных пород, где именно, думаю, вам не заставит труда выяснить. Трогать руками их, конечно, запрещено. Они представляют собой большую ценность. В нашем мире не так уж и много лунных камней. После проекта Аполлон у нас возникла идея создания космической станции. Над этим же работали и специалисты в России. И я, как молодой специалист, принимал участие в исследовании соответствующих возможностей, а также разработке и создании орбитальных космических станций. Нашей основной целью стало изучение влияния космического пространства на человека в условиях отсутствия гравитации. Однако было неизвестно, вызовет ли это у астронавтов декальцификацию костей и что требуется, чтобы ее предотвратить, чтобы после возвращения они могли нормально передвигаться. Итак, Россия и США довольно давно создали и отправили в космос свои орбитальные станции с тем, чтобы определить, какую угрозу физическому состоянию астронавтов несет их пребывание на станции, скажем, в течение года. Мы выяснили, что при наличии эргономического оборудования человек может находиться в космосе минимум год, а возможно и больше. На следующем снимке вы видите космический челнок. Сатурн-5 Аполлон очень дорогостоящая космическая система. Тогда перед нами стояла задача экономической оптимизации доставки в космос людей и оборудования. С этой целью началась работа над созданием кораблей многоразового использования. Внешне он похож на самолет. В новостях вы наверняка такую видели. Вот это как раз тот модуль, который похож на самолеты, в котором астронавты возвращаются на Землю. А это двигатели твердотопливных ракет. Они также предназначены для многоразового использования. Остальные части челнока отбрасываются и попадают в Атлантику. Всего было запущено 145 таких шаттлов. Они, наряду с космическими кораблями «Союз», использовались для того, чтобы доставить все необходимое на Международную космическую станцию. Сейчас я вам покажу фотографию запуска шаттла. Шаттл, как и русские космические корабли, это довольно шумный и сильно вибрирующий аппарат. Если во время запуска вы подойдете довольно близко, то почувствуете, как под ногами у вас дрожит Земля, а от шума захочется заткнуть уши. На следующем снимке Международная космическая станция. Это самая большая пилотируемая орбитальная станция, многоцелевой космический исследовательский комплекс, который был создан при участии 15 стран, главными из которых были Россия и США. МКС размером с два футбольных поля. Источником энергии для МКС является Солнце, и люди здесь располагаются вот в этой части. На сборку этой космической станции ушло 8 лет. На данный момент станция абсолютно функциональна и выполняет все необходимые задачи. Вновременно на ее борту могут находиться от 5 до 7 космонавтов или астронавтов. Это совместный проект 14 стран мира. При этом Россия и Америка выступают в качестве основных поставщиков финансов и оборудования. Неизвестно, сколько еще прослужит эта станция. Все будет зависеть от того, насколько экономически выгодным будет для стран ее содержание. Высота орбиты МКС равна примерно 250 милям. Размеры ее настолько велики, что если в определенный момент посмотреть на небо над Курском, на рассвете или на закате, то ее можно будет увидеть в форме яркой движущейся точки на небосводе. А если вы захотите узнать, в какой момент она будет прямо над Курском, то можно сесть за компьютер, выйти в интернет и ввести в браузере nasa.gov. Далее введите в поиск ISS, что означает МКС, Международная космическая станция, и введите название своего города, Курск, Россия. И тогда вы получите информацию о том, в какие дни и в какое время МКС будет прямо над Курском. И тогда можно попытаться ее увидеть, если не будет пасмурно. На следующем снимке два космонавта или два астронавта проводят на МКС какие-то ремонтные работы. В целях безопасности всегда формируются команды из двух человек на случай возникновения проблемы и необходимости помощи. А теперь, конечно же, запуск корабля «Союз». К концу февраля шаттлы, возможно, перестанут запускать. Однако этот вопрос еще окончательно не решен. На данный момент вопрос о дальнейшем запуске шаттлов обсуждается в Конгрессе США, а также российскими специалистами. В случае прекращения полета шаттлов использоваться будут только корабли «Союз». Они не столь вместимы, но вполне могут доставлять на МКС космонавтов и все самое необходимое, например, продукты питания. Первоначально взамен шаттла разрабатывался вот такой космический корабль с таким дизайном. Однако сейчас в связи с финансовыми трудностями и мировым экономическим кризисом его разработка приостановлена. Интересно, примет ли решение американская сторона, американское правительство при участии российских специалистов, будет ли этот проект возобновлен, и появятся ли в конечном итоге такие космические корабли по размерам превосходящие «Союз». Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Прежде чем я подробно расскажу вам о совместных проектах России и Америки в сфере исследования Земли и всей Вселенной, в том числе и Солнечной системы, хотелось бы рассказать вам одну историю. Ближе к моменту завершения программы «Аполлон», а это была очень грандиозная программа, некоторые из нас, в том числе и Вернер фон Браун, человека, который стал трудиться у нас после Второй мировой войны, подумали, а почему бы нам, принимая во внимание наличие всего этого оборудования, не послать 12 человек в космическом корабле, в усовершенствованном корабле программы «Аполлон» на Марс. Итак, согласно этому замыслу, 12 человек должны были высадиться на поверхность Марса к 1985 году. Скажем прямо, это был амбициозный проект. Для справки, Луну от Земли отделяют 250 тысяч миль. Таким образом, полет на Луну занимает день-два, а экспедиция в оба конца примерно неделю. Марс же находится от Земли в 200 миллионах миль. Следовательно, полет на Марс и обратно может занять приблизительно два года или даже больше. Я говорю об общем времени экспедиции. При этом следует помнить, что в такое изнурительное путешествие необходимо также отправить все предметы первой необходимости. Степень надежности должна быть очень высокой, поскольку повернуть обратно в середине полета просто невозможно. Так вот, учитывая все это, мы разработали специальный космический корабль, фотографии которого у меня есть, но показывать я их пока не буду. Замечу лишь, что в то время, период с 1973 по 1974 годы в мире разразился экономический кризис. И этот проект было решено приостановить, ибо он требовал слишком больших инвестиций. На тот момент его стоимость оценивалась приблизительно в 100-200 миллиардов долларов. Для сравнения, проект «Союз Аполлон» обошелся в 35-40 миллиардов. Итак, тот проект так и не был доведен до конца. Кстати говоря, в условиях современной экономики экспедиция на Марс обошлась бы нам примерно в 400 миллиардов долларов из расчета не на 12 человека, скажем, на 4. Дело это очень сложное и, как видите, весьма специфичное. Например, для того, чтобы позвонить с Земли на Луну, потребуется примерно 1-2 секунды. А вот для того, чтобы дозвониться на Марс, необходимо 20 минут. Соответственно, на вопрос «Ну как у вас там дела?» можно только через 20 минут получить ответ «Нас все плохо». Совершенно очевидно, что в этом случае членам экспедиции пришлось бы существовать в автономном режиме и решать возникающие проблемы самостоятельно. Так что работы здесь много. у вас не будет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok